привет народ у меня там на улице час ночи и я собираюсь на очередную рыбалку последние рыбалки которые посещал я наверно клещей больше ловил чем ловил карасей надеюсь сегодня я поймал не только карасей но еще как говорится судаков все следующее включение будет уже когда у нас будет светло и я надеюсь мы все до встречи по дороге уже под утро нам попалась на глаза очень странное явление мы увидели полчища каких-то летающих насекомых об этих полчищах насекомых у нас писала много разных сми далее мы проезжали место где в прошлом году я ловил очень крупных карасей разница была лишь в том что сейчас рыбакова было больше с другой стороны дороги народ мы короче приехали в деревню и сейчас попрем вообще в бездорожье а мы сюда приехали а тут как раз вот этот вой слышите сейчас я вам покажу что это такое как говорят местные это малинка а малинка это типа мать мотыля но ее в этом году очень много все озеро усыпано рыба обжирается как оказалось потом научное название этого двухкрылого комар звонец а получил он такое название благодаря звуку который он издает к своими крыльями как говорят он машет крыльями до тысячи взмахов в минуту для человека он безвреден данный вид комара абсолютно не кусается но для рыбы он крайне полезен он в огромных количествах падает в озеро где откладывают свои личинки которые также являются кормом для рыбы далее мы поехали туда где по данным нашей рыболовной разведки мы должны были стать героями по ловле крупного карася и судака по дороге мы увидели очень много уток у которых был в этот момент брачный период некоторые члены нашей команды пытались не страшных зайцев если гореть и в эту весну мы их видели достаточно много а он не понял откуда откуда поле его гоняет а вот загонщик это вот рот мы тут заплутали короче будем сейчас еще искать много интересного в этой деревне он допустим вот сзади меня дом от живность всякая несмотря на раннее утро дул сильный ветер что говорил об одном погода менялась когда мы подъехали к месту ловли мы увидели вот такую шедевральную картину рыбаки ставили свои палатки около каких-то сараев и домов а на проводах было хорошо видно мастерство ловли фидеристов то есть рыбаков которые ловили карася на фидер как и почему на эти провода попал садок известно наверное только хозяину этого садка смотри в такую унылую картину мы решили снова поехать на новое место где все-таки планировали половить судака и карася ну наконец-то мы приехали у нас все по стандарту солнце в зените народу море сейчас будем пытаться ловить судака карась мелкий сейчас буду показывать как я на вот такой какой-то там типа варун ловить не буду в общем погулял я по всей вот этой речке ну не по всей там вдали ни одной поклевочки и мелкий карась у людей клюет мы сматываемся едем в другое место и снова по дороге мы видели бесстрашных зайцев в общем жизнь весной просто кипела в этот раз мы поехали туда где ловили весной именно крупного карася удочку давай все мы решили тут тормозить в этот раз я решил попробовать сразу эхолот диппер который отлично себя показал на зимней рыбалке на летней рыбалке я еще ни разу не использовал то как он отлично работает зимой вы можете увидеть видео которое будет в конце этого ролика ссылка на сайт производителя будет также под этим роликом посмотрев на показания холота который показывал совсем чуть-чуть рыбы и очень много травы мы все-таки решили поехать на новое место в котором мы были в прошлом году но в прошлом году нас в таком живописном и комарином месте ждал разочарований рыбы не было но вот такая небольшая и тихая речка где жили бобры с комарами с кулак давала нам тогда немного экзотики после этого мой товарищ николай ездил туда приблизительно в июле и ловил карасей до одного килограмма ну чё коля как тебе рыбалка мы ездили на бобров бобров не видно как а здесь комаров чем мы приехали в новое место вот такое красивое пейзажное место примерно в этом месте мы были год назад и также ничего не поймали и примерно были в это же время тут как раз были еще бобры ну сейчас вода немного поднялась и вот чуть-чуть попозже летом здесь большие караси до килограмма приходит но эта вода бежит с болот и здесь пока рыбы нет глубина здесь примерно около двух двух с половиной метров от полутора до двух ну понятно что это на фарватере пробило это все дело эхолотом вообще конечно природа здесь шикарно птички поют вы наверное может быть не слышите но тут кукушки кукуют но поклевок нет я уже ходил на щуку половить и окуня ничего не получается вот мой товарищ николай растележился не боясь что его жахнут клещи они здесь могут быть но самое прикольное в том что вот эту бочку мы взяли под рыбу здесь килограмм пятьдесят и не поймали ни одной рыбешки с той стороны нафига нам вот такие вот окуньки вот нафига и такие же карасики мы то едем за конкретными рыбами под килограмм ну всегда ищем но не всегда находим ну наверное на этом все я сейчас опочивальню себе сделал и на природе я посплю наверное чуть-чуть хотя бы сегодня сон у меня был всего лишь полчаса и то в дороге мы закончили свою рыбалку у нас приближается конкретный дождь и мы хотим отсюда свалить и наверное на сегодня это самая стоящая идея в общем мы решили вернуться обратно и попробовать половить карася скажем так на птовке и сейчас мы приехали на то же самое место что и в прошлом году и здесь мы будем мочить карасей и я начал ловлю карася с удочки с кивком которая весной является самой уловистой удочкой видео на ее монтаж я также оставлю в конце этого ролика на фоне постоянно ловившийся мелочи все же попадались очень достойный экземпляр карася грамм до 700 напомню что на сломка области период запрета можно ловить на одну удочку с одним крючком я пробовал ловить карася на поплавочную удочку но в основном на нее ловились мелкие караси и лишь изредка крупные вообще такая красота птички поют вокруг караси их плюхаются правда мелкие почему-то на поплавочную идут ничего страшного через раз все равно попадаются более крупные еще вот я заметил что чем ближе к мышам тем крупнее это мелочь прошлом году на подобной рыбалке мне писали что мы в нерест выбиваем рыбу так вот скажу что мы ловили карася который на 90 процентов уже от металл икру но самое страшное что когда вода упадет огромная часть рыбы на этом поле просто погибнет и в этом месте скоро встанет сильнейший смрад тухлятиной мы вернемся все-таки к рыбалке моего товарища николая ловились не только мелкие караси но и довольно мощные провода и тем самым он показал всему озеру что николай ничем не хуже шедевральных мастеров фидеристов и показал мастер-класс по ловле проводов на удочку с поплавком а вообще он любитель копировать разные мастер-классы я как китаец делаю как я повыше и по ниже ну пока коля там мучиться проводами ловит провода я ловлю вот таких карасей после смены места коля все-таки начал понемногу ловить карасей почти по локоть вот на мормышку они крупнее причем мормышка вот такая желтенькая и чем ближе к кустам тем крупнее карас такая рыбалка на карася длилась до вечера а дальше мы решили ехать домой эта рыбалка была очень разнообразной на всякие события и несмотря на то что мы не поймали судаков полноценный отдых полноценный отдых состоялся по секрету скажу что мы еще вернемся за своими судаками но это уже будет совсем другая рыбацкая история и и и и и и и